Приветствую всех на канале Топ Хотелс, меня зовут Светлана Ирасова и сегодня хочу пригласить вас на презентацию нового отеля на острове Зензибар. Презентацию нам проведет старший менеджер по маркетингу компании Sunrise Resorts & Cruises Ирина Вакульская. Ирина, пожалуйста, к нам подключайтесь. Добрый день. Здравствуйте, Ирина. Предлагаю устроиться поудобнее и уже окунуться в атмосферу замечательного Зензибара, узнаем, что же интересного подготовила компания Sunrise. Ирина, вам слово, я пока отключаюсь. Добрый день, спасибо, что уделили время. Сегодня такой немножко необычный вебинар, который обычно мы проводим по компании Sunrise, потому что сегодня мы поговорим с вами о нашей новинке, при том очень интересной новинке. Отель Кванзе Резорт – это отель, который находится на острове Зензибар. Это первый отель компании Sunrise, который мы построили и открыли за пределами Египта. Я думаю, что вы все прекрасно знакомы с нашей компанией. Вы знаете, что наши отели находятся в Хургаде, наши отели находятся в Шерм-эль-Шейхе. У нас есть отель, который находится в Александрии и также отель, который находится в Айнсохнам. И вот первый отель, который мы открыли за пределами Египта – это Кванзе Резорт на острове Зензибар. В чем особенности этого отеля? Отель находится на территории южного Кизимкази. То есть этот регион характеризуется тем, что здесь ярко выраженные приливы и отливы. Отель совершенно новый, построенный, абсолютно новый построенный отель, который открылся в этом году. Отель открыт был буквально месяц назад. Итак, чем характеризуется этот отель? Как я уже сказала, он находится в регионе Южной Кизимкази. На территории отеля состоит, в принципе, этот отель был построен на территории тропического сада. То есть в отеле есть свои сады, свои огороды и овощи и фрукты, которые сервируются в отеле, мы собираем именно из наших садов и огородов. Что касается самого отеля, номерной фонд сосчитывает 151 номер. Минимальная категория номера – это делюкс-комната. Про категорию мы поговорим немножко позже. В целом, что можно сказать по номерному фонду? В каждом номере, естественно, как и во всех наших других отелях, мы предоставляем кофейно-чайный уголок, который пополняется бесплатно каждый день. Мы предоставляем Wi-Fi по всей территории отеля. То есть те обычные наборы услуг бесплатных, которые мы предоставляли в отелях Египта, которые относятся к нашей сети Sunrise, мы предоставляем точно так же и именно в этом отеле. Итак, что касается категории номеров. Все номера стандартной категории выглядят вот как вы видите сейчас на фотографии. Минимальная категория номера – это делюкс-комната. Это делюкс-комната, которая с джакузи. Размер такой комнаты 50 квадратных метров. То есть сама комната, ванная комната с душем и джакузи, которая находится на балконе. Следующая категория номера – это делюкс-свим-ап. То есть это такой же номер внутри, но с выходом к бассейну, который не частный. Это бассейн, который разделяют на несколько комнат. То есть это общий бассейн, и у каждой комнаты есть свой выход на бассейн. Потом идет категория номера – премиум. Точно так же, как и делюкс, может быть, с джакузи, может быть, с свим-ап. То есть с выходом к общему бассейну. И далее идут категории номеров, которые улучшены. То есть это джуниор-свит, это джуниор-джакузи, это джуниор-свим-ап. Есть президентская вилла, есть разные виллы, которые либо с частным бассейном, либо с частным джакузи. Что касается, в принципе, категории номеров, отель в целом, он не имеет ограничений именно к какому-то определенному возрасту. То есть это не отель 16+, или какое-то ограничение по возрасту. В отель могут приезжать гости с детьми. Но мы, как мы говорим у себя в компании Sunrise, этот отель, он adults-friendly. То есть мы все-таки рекомендуем этот отель больше для отдыха взрослых, гостей без детей. Это обосновывается тем, что, во-первых, размещение отеля. Здесь больше отдых либо пляжный, либо экскурсионный, так как в этом регионе рядом нет пешей досягаемости каких-то городских мероприятий, каких-то баров, ресторанов. До ближайшего города ехать где-то, в принципе, около часа. Поэтому мы рекомендуем больше этот отель для отдыха взрослых гостей. Но также здесь можно отдыхать и с детьми. Так, как я сказала, всего в отеле 151 номер. В каждом номере у нас есть Wi-Fi. В каждом номере, естественно, есть кондиционер, либо вентилятор, который прикреплен к потолку. В каждом номере есть мини-бар. В мини-бар за дополнительную плату есть набор для приготовления чая и кофе. Это бесплатно. Есть, естественно, фен и зеркало для макияжа в ванной комнате. Халаты и тапочки доставляются в каждый номер. Отель, в принципе, считается более люкс-класса. По системе питания. Стандартно отель продается на системе питания bed and breakfast. То есть завтрак только включен. Но за дополнительную плату через оператора, либо же уже на месте в самом отеле после приезда, гости могут себе заказать либо халпборд, либо хулборд, либо премиум все включено. Премиум все включено. Также включает подачу импортных алкогольных напитков в определенное время. Идем дальше. Рестораны. На территории отеля у нас всего находятся три ресторана. Первый ресторан The Cave. Это ресторан, который работает как шведский стол, то есть он работает на завтрак, обед и на ужин. И два а-ля-карт-ресторана. Первый а-ля-карт-ресторан это японский а-ля-карт-ресторан. И второй а-ля-карт-ресторан это африканский. То есть эти два ресторана работают только на ужин. За дополнительную плату и при предварительной резервации. Вот так вот выглядят наши рестораны. Главный ресторан выглядит как бы в пещере, то есть было отдельно сделанное пространство в самой пещере, и там мы сделали ресторан. Это то, что касается главного ресторана. Также на территории отеля у нас находятся три бара. Есть бар у бассейна, который также может обслуживать и гостей, которые находятся на пляже. Есть лобби-бар, который работает 24 часа в сутки, если гости, естественно, бронируют систему питания в этот breakfast. Для них бары и рестораны будут за дополнительную плату. Бар у бассейна, бар-лобби-бар. Все бары и рестораны, практически все бары и два ресторана имеют вид на океан, и большинство номеров, в принципе, также имеют вид на океан. Что касается также, что хотелось бы добавить по поводу категории номеров, то, что практически 40%, даже, возможно, больше номеров, это номера, которые либо swim-up, либо номера, которые с частным джакузи и выходом к собственному бассейну. Далее. На территории отеля, естественно, у нас есть оздоровительный центр, центр-спа. Что касается бассейнов, на территории отеля два бассейна, детского бассейна нет, и, в принципе, пока на данный момент нет детской инфраструктуры. Это к тому, что, как я уже говорила в начале, что отель более adults-friendly, то есть нет ограничений по возрасту, но больше мы рекомендуем именно для отдыха взрослых, потому что на данный момент пока в отеле нет детской инфраструктуры, но есть полностью вся инфраструктура, которая рассчитана на отдых взрослых. Это бассейны, это номера, которые либо улучшены, либо с выходом к бассейну, либо с джакузи, даже стандартные номера, то есть минимальной категории номеров. И есть спа-центр, есть тренажерный зал. Тренажерным залом можно пользоваться бесплатно. Спа-центр за дополнительную плату. Точно так же есть салон красоты, который за дополнительную плату на территории отеля. Анимация, то, что касается анимации. Анимация пока на данный момент в процессе разработки. Есть определенные мероприятия, которые проводятся на протяжении дня, либо же вечером по мере заселенности отеля приглашают артистов, которые устраивают вечерние шоу. Естественно, в первую очередь был сделан акцент именно на американские какие-то шоу. То есть это либо танцы, либо какие-то другие шоу, именно которые поддерживают специфику самого отеля в силу его размещения. Отель уже открыт, можете бронировать. На территории отеля у нас также есть бильярд. На территории отеля проводится оздоровительное мероприятие в течение дня. Также уже был построен теннисный порт. Есть рыба и звука, есть дартс. В принципе, по отелю у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Вот карта отеля. На карте отеля вы можете посмотреть, как размещаются номера. Номера, которые ближе всего к морю, это улучшенные номера. Это номера с джакузи, либо с частным бассейном. Это си-фронт номера. Номера стандартные, размещаются с правой стороны в таком вот загнутом корпусе. Это номера делюкс и премиум, которые либо с свим-ап, либо с частным джакузи. Все остальные категории номеров размещены немножко подальше. Вот два бассейна, которые, в принципе, находятся поближе всего к морю. Вход в море только либо по понтону, либо есть лестница. Но здесь, в силу того, что такой регион довольно-таки с отливами, приливами, поэтому вход в море каменистый. Мы рекомендуем всегда использовать специальную обувь. Если питание, если гости бронируют только в этот брекфаст, то напитки не входят. Ирина, я снова к вам возвращаюсь. Вернушина, на некоторые вопросы из чата вы уже отвечали по поводу питания, завтраков. Вопросы у меня, наверное, по классике. По персоналу. Планируется ли русскоязычный персонал в отеле? Либо есть ли кто-то, кто уже... Если будет такая необходимость, конечно. На данный момент, к сожалению, гостей из России или других русскоязычных стран пока в отеле нет. Даже вот мы изучали рынок, пока нет европейских стран, нет СНГ рынка. В основном, в принципе, в Танзании, насколько мы уже изучили этот рынок, в основном путешествуют, помимо каких-то арабских стран, путешествуют американцы, очень много немцев, очень много поляков. Из России иногда бывают какие-то гости. Поэтому на данный момент русскоязычного персонала нет, потому что нет такой необходимости. Если появится необходимость, конечно, мы будем искать. В принципе, менеджмент отеля – это наши менеджеры, которые здесь работают в Египте у нас. Поэтому это все люди с опытом, это все профессионалы. Ну, уже более какой-то обслуживающий персонал, конечно, это именно люди, которые... Местное население. На английском, да. Обязательно все общаются на английском, конечно. Эрина, читаю вопрос из Ютьюба. По поводу питания «Все включено». Хотела бы побольше информации. Что входит, какие опции? Как обычно, если питание, если гости до заказывают себе питание «Все включено», у них будут входить завтрак, обед, ужин, шведский стол, у них будет входить посещение а-ля-карт ресторанов раз, каждый ресторан один раз за все время пребывания. И, естественно, напитки безалкогольные, алкогольные местного производства с 10 утра до 12 часов ночи. А вот уже вопрос такой хороший. Планируется ли новогодняя программа? Ой, ну, конечно, будет планироваться, но сейчас мы пока еще находимся... Готовься, а не летом. Пока, конечно. Хочу добавить, что у нас есть группа в Телеграме «Санрайз Россия». У нас довольно-таки уже большое количество участников. Группа, в принципе, более рассчитана, конечно, на турагентов. То есть на тех людей, которые продают отели, там есть в группе представители каждого нашего отеля. Поэтому добавляйтесь, пожалуйста, в группу, если будут какие-то вопросы к ценам по любому отеле компании «Санрайз». Даже те, которые находятся на территории Египта, можете задавать в группе, и вам представитель отеля обязательно ответит. Трансер, это ракета, есть, да, но за дополнительную плату. Стоимость, к сожалению, на данный момент не могу сказать, но если нужно, обязательно, конечно, пишите, это все будет уточняться. Ну, я полагаю, что если бронируют пакетный тур у вашего партнера, туроператора, то уже трансфер будет включен. Вопрос был по поводу кальяна. Есть ли возможность покурить кальян и вообще в целом отношение к гостям, которые курят? Есть ли у вас какое-то разложение по номерному фонду, вообще по политике курения на территории отеля? В принципе, я думаю, что, как и большинство отелей, и в том числе наша вся сеть, мы, конечно, все номера у нас не курящие. То есть, если гости хотят покурить, то это только на открытом воздухе. То есть, это либо терраса ресторана, либо это балкон номера. Конечно, с балконом никто гостей не будет выгонять, но мы все-таки придерживаемся того, что закрытые помещения – это зоны для некурящих. Если гости хотят, то тогда пусть выходят на открытый воздух, там уже можно покурить, конечно же. А вот кальяны. Планируется ли у вас такая опция? Пока в данном отеле нет. Кальяны, ну и в принципе, Занзибар – это не та страна, где распространен кальян. Но если гости хотят, конечно, они могут курить. Но в отеле такая опция не предоставляется, к сожалению, нет. Нет кальяны в отеле, и кальянов как таковых тоже в принципе нет. И вот по традициям и вопросам, по комплиментам для гостей, которые приезжают праздновать день рождения, молодожены, там, скажем, какие-то памятные события, есть ли какие-то у вас комплименты, бонусы? Чем-то планируете удивлять? Предоставляется тортик в день мероприятий, если это день рождения, либо это годовщина, либо это молодожены. Если молодожены, то тогда в день приезда предоставляется новый тортик. То есть в принципе, конечно, я понимаю, что отель находится в Занзибаре, поэтому здесь немножко непонятно и тяжело понять, какие услуги предоставляются. Но вы все равно ориентируетесь на то, что это отель компании Sunrise. Поэтому здесь вся концепция, все услуги, весь необходимый сервис предоставляется точно так же в соответствии с концепцией компании Sunrise. Спасибо за комментарий. Ирина, в целом спасибо за знакомство с нашей новинкой. Надеюсь, что полюбится нашим гостям данный курорт. Будет много бронирования и будет хорошие отзывы на Top Hotels. Желаем успехов отелю, процветания и, конечно, хорошего фидбэка на нашем сайте. Продолжение следует...